Цени, как умею. Это коробка от ноутбука. Записывайтесь на мои курсы DJ-мастерства. Привет, с вами Вилсаком. Это мой боевой Republic of Gamers Strix Scar 17. На Core i9, RTX 2080, а значит он тянет все игры на максимум и менять его сейчас особого смысла нет. Несмотря на то, что ему уже второй год. И что если я вам скажу, что сегодня игровой ноутбук ощущается как что-то очень обыденное. Это как будто было всю жизнь, да? Ты такой, хочешь производительное решение, берешь игровой ноутбук, можешь залетать в любые, собственно, игры. И что-нибудь производительное на нем делать, типа монтировать видео или обрабатывать пачку фотографий. Но, на самом деле, все было не так классно 15 лет назад. Потому что в 2006 году появился Rock Brand вообще, в принципе. И сегодня он празднует свое 15-летие. А годом позже, в 2007, появился первый игровой ноутбук. Он так и назывался, Rock G1 и G2 еще версия была. И то есть получается, что игровые ноутбуки с нами, на самом деле, не так давно. Поэтому сегодня, по такому случаю, я предлагаю вам две вещи. Во-первых, мы отправляемся на 15 лет назад, в 2006. И я покажу вам свой первый игровой ноутбук Asus внезапно. Я его добыл, кстати, на авито за 5000 рублей. Мой где-то потерялся во время всех этих переездов и так далее. И, собственно, мы с вами сегодня распакуем Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition, специальную лимитированную версию, как раз к юбилею. А еще мы разыграем этот компьютер. А еще я вам скажу, где вы можете выиграть много других призов. Потому что Asus, как положено, празднует свое 15-летие на широкую ногу. Замечательно. Поехали. Смотри, как умею. Пау! 15 лет. 2006 год. Охренеть. Как будто вчера было. И на самом деле, вот смотришь на современные ноутбуки из года в год и думаешь, блин, они не особо меняются. И вообще, вроде как, о них рассказывать уже смысла нет. А вот так на 15 лет назад отлетаешь, и вот тебе, пожалуйста. Это был топовый ноутбук. Понятное дело, что на авито мы купили его немножко в убитом состоянии. Но удивительно, что за эти, грубо говоря, 15 лет он сохранил работоспособность. Хрен с ним, что он немножко потрепанный. Ну так 15 лет компьютером пользовались, понимаешь? Вот ровно такой у меня был. Это модель A8JP. Хотелось, конечно же, JS. В которой стояла NVIDIA 7700. Здесь в JP-версии была A-Done X1700. И была немножко похуже. Но! Вот представьте себе, для 2006 года, какие здесь были характеристики. Во-первых, этот ноутбук 14,1 дюйма. 14 дюймов тогда, это было прямо, ну как единорог. Реально, таких ноутбуков практически не делали. Сегодня тоже 14-дюймовые ноутбуки, ну, редко встречаются. О, что как игровое решение? Ну, разве что Zephyrus G14. Вот эта пушка-гонка просто была, ну, реально очень крутая для своего времени. Потому что здесь у нас с вами стоял процессор Intel Core 2 Duo T7200, если я ничего не путаю. Здесь обычный жесткий диск на, страшно сказать, 120 гигабайт. Поэтому не все так быстро, как сегодня. Это мы с вами привыкли сейчас. SSD кнопочку нажал, у тебя вот так все завелось. Нет, тогда это было не быстро. Матрица при этом была WXJA+, а это значит, разрешение здесь было 1440 на 900. И я из-за этого страдал. Потому что 1440 на 900 в те годы для ноутбука это было прямо больно. На самом деле хотелось взять 1280 на 800, и там было бы веселее, но как было. По умолчанию здесь стояло Windows XP, но можно было обновить и до Windows 7. Я, кстати, по-моему, уже не обновлял, потому что к тому времени не было смысла. Здесь еще, по старой доброй памяти, есть что? Правильно, DVD-привод. Это сейчас в компьютерах DVD-привод не нужен, а тогда нужен был еще как. Более того, здесь был, вот точно вам говорю, да, вот он, слот для экспресс-карт. Понимаешь? Сюда можно было вставить что-то. Я даже что-то вставлял. А-а-а! Вспомнил. Это было, знаешь что? Это было расширение памяти. Покупаешь, короче, экспресс-карт-слот, вставляешь туда SD-ху. Ну, слот, соответственно, с кард-ридером, SD-ху. И там у тебя дополнительная память, понял? Вот так вот мы выживали в те годы. Вот так вот было сложно. Значит, из интересного здесь что еще было? Ну, здесь было дофига разъемов. USB-х вообще сколько видано, не видано. Все порты вообще какие только можно и не можно. На самом деле компьютер для своего времени был действительно классный. Выбирал я его весьма сознательно. Я вообще очень долгое время хотел именно игровой ноутбук. Но поймите правильно, в те годы игровых ноутбуков вообще не существовало как класса. Были какие? Обычные, бизнес-ноутбуки и, ну, какие-нибудь имиджевые, какие-нибудь модные. Вот это на самом деле был бизнес-ноутбук. Представляешь, в 2006 году, несмотря на хорошее железо, это все еще был бизнес-ноутбук. И потом ребята из Asus подумали, а что бы не сделать игровой? И понеслась. И они были пионерами. И вот уже 15 лет дрючат весь рынок. Потому что начав, по сути, с материнской платы, именно она была первым продуктом ROG, потом появился ноутбук и понеслась. Теперь это целая экосистема. Мышки, клавиатуры, мониторы, десктопы. Помните ROG Mothership, абсолютно фантастический, который мы с вами также распаковывали? Zephyrus, Strix, что только нету. На самом деле ROG вообще ван лав. Реально, бренд очень радует. Тогда я выбирал этот по соотношению цена-качество и еще к нему в комплект. Клали сумку. Понимаешь, что это сумка? Она до сих пор, кстати, есть. Компьютер потерялся, а сумка до сих пор есть. И мышку. Не ко всем ноутбукам клали мышку. К этому она была в комплекте, и я кайфовал. Ну, собственно, больным местом этого ноутбука были петли. Как видите, здесь они тоже отстрельнули. Потому что они были пластиковые. Крышечка, конечно, немножко выглядит уставшей. Но в целом, в целом, посмотри, он даже сейчас не особо шумит. Он там насосался пылище за эти годы, а ему вообще все равно. Конечно, особо радует то, что здесь 1 гигабайт оперативной памяти. Вы можете себе представить? Сегодня в смартфонах, мать их, 8. Сегодня есть ROG Phone, понимаешь? ROG Phone, который мы с вами каждый год распаковываем. И каждый год это прямо фантастика. В нем дури больше, чем в этом ноутбуке. Вот так вот. Вот история. Все очень быстро сегодня. Согласитесь, вот сегодня все очень быстро. Мы с вами привыкли, что прямо вот давай здесь и сейчас быстрее. Вот эти тиктоки хочу вот каждые 5 секунд, чтобы мне в лицо что-то прилетала, какая-то информация. Раньше мы были как-то попроще. И вот оборачиваясь на 15 лет назад, глядя на это, ты думаешь, ядрить, колотить, как вообще скакнула-то вся инженерия и прочее-прочее. Экранчик блеклый. Ну, мне кажется, настолько блеклым он не был. Мне кажется, он устал просто за эти годы. Опять же устал. Но в целом, в целом, рабочая машина, понимаешь? Даже сегодня ты можешь его купить и вообще на нем что-то, даже какой-то интернет смотреть. Спасибо тебе, родной. Закрываем тебе аккуратно. Надо, чтобы что-нибудь не отстрельнуло. Весело, кстати, 2,5 кг, если я ничего не путаю. И вы знаете, для своего времени это был прям очень тонкий, достаточно легкий, компактный ноутбук. При этом здесь, конечно же, съемная батарея. Вот такая вот аккуратная. И здесь еще можно было жесткий диск поменять, что я, наверное, в свое время и сделал. Потому что 120 гигабайт в какой-то момент стало мало. Пусть спросите меня, Валя. А во что же ты играл на этом ноутбуке? Ребята, 2006 год. Золотая эпоха PC-гейминга. Загибайте свои пальцы. The Elder Scrolls 4 Oblivion. Half-Life 2 Episode 1. Flat Out 2 Company of Heroes. Rainbow Six Vegas. Ну, вот это уже достаточно, да. Потом там еще по-новоходило в седьмом году. Там какие-нибудь были Call of Juarez. Call of Duty 4 и Modern Warfare. Crisis. Dark Messiah. Might and Magic. Что-то там такая вот была игра. Короче, на Source, как сейчас помню. В общем, я играл и горе не знал. Да, он очень быстро перестал тянуть все это на максималку. В какой-то момент вообще перестал все тянуть. Но, еще раз. Этот компьютер у меня в семье проработал десятилетия. Asus определенно радовал 15 лет назад. Давайте посмотрим, чем он порадует нас сейчас. Ништяк. Как обычно. Я вам серьезно говорю. Все у Asus всегда было очень хорошо со комплектами. Я прям уверен, что в Special Edition мы найдем еще что-то интересное. Шехлой. И это еще дополнительная коробка ништяков. Join the Walkers. Нормально. Нет, со стилем у Рога всегда было прям ништяк. Дай посмотрим, что там в комплекте еще идет интересного. А потом перейдем непосредственно к компьютеру. Опа. Кстати. Знаешь, ну, во-первых, она не стыдно сделанная. Вот давай так. Не стыдная кепка. Мне почему-то напомнило из Watch Dogs. Помнишь? Из первого трейлера. Там вот этот пацан в кепочке шел. Еще вот этот логотип похож как будто бы. Вот никак в жизни не отгадайте. Что еще идет в комплекте с компьютером Special Edition. Alan Walker. Носки. Лимитированный Рог Alan Walker носки. А, это чтобы ты д**чил никогда, когда свой компьютер разбогал. Шучу. Носки, окей. Так, блок питания. Маленький, аккуратный, за что отдельный респект. На самом деле, действительно, вот то, что сейчас компьютеры, даже игровые, с мощными видеокартами, потребляют достаточно адекватную энергию и не требуют вот этих огромных кирпичей. А то и два. Помните, были времена, когда по два блока питания клали? Это ништяк. Вот это прямо хорошо. Давайте сравним с блоком питания 15-летней давности. Прикольно. Ну, этот сделан качественнее, очевидно. А так, смотри. Вот так вот. Но мощность просто вот эта, вот эта, это примерно на уровне телефонов, понимаешь, сегодняшних, и то хуже. Вот это уже мощный производительный компьютер на все случаи жизни. Еще в комплекте был проводок USB-C, USB-C. Видимо, он для чего-то нам также пригодится. Все. Больше ничего интересного здесь нет. Давай посмотрим на сам компьютер. И обратите внимание, уже коробка говорит нам о том, что она необычная. И вообще, на самом деле, я говорю, никогда у Asus не было проблем с комплектацией. А сейчас, при покупке официальных партнеров, вы можете еще вымутить себе игровой рюкзак и на него кастомную нашивку бахнуть. По ссылочке в описании легайте на сайте свою покупочку и получаете эти ништяки. Молодцы. Постоянно какие-то активности, ну, сейчас 15 лет. Ну, кстати, по ссылочке в описании также заходите на сайт и смотрите, где что можно выиграть. Реальная возможность подрезать себе топовый ноутбук Asus ROG. Что еще желать? Make some noise. Написано тут. Вот так аккуратно открываем. Видим, что здесь есть контакты. Ну, это стиль. Вообще, кстати, мне очень нравится дизайн Zephyrus G14. У нас на студии один товарищ купил прошлогоднюю лимитку коллабу. Акроним. Тоже, кстати, стилевый. А вот это у нас Alan Walker. Значит, здесь уже в коробке с самим ноутбуком мы находим еще какие-то ништяки. Вообще, знаешь, вот эти вот всякие наклеечки приятные, всякие штучки. Добро пожаловать в семью практически. Вот это. Ну, и скажете мелочь. А я скажу нифига подобного. Вот тебе, пожалуйста, видишь, какая красивая бумажка написана. Добро пожаловать в республику геймеров. Понимаешь? Это вот, это кайф. Поздравляем. Вы стали обладателем продукта Republic of Gamers. Дети отвечаю. Наклейки должны быть. Но у нас предсерийный, предрелизный, скажем так, образец. Поэтому, видимо, кто-то спер. Ну, знаешь, уже по корпусу видно, что это не просто прям ленивая коллаба. Классно сделано. Здесь написано. Здесь специальное, видишь, вот это вот матерчато. Она, кстати, если вдруг вы не поняли. Сделано из материи. В стиле рок. Здесь Alan Walker. Все эти вещи, специальная вот эта вот красивая еще переливающаяся вставка. Republic of Gamers and Alan Walker. И к этой самой коробочке можно подключить USB-C. Видишь? Подключите ROG Remix. Базара 0 можем. Цени. Коробка просто позволяет тебе замутить музло. Фига я вообще диджей. Добрый вечер. Управляешь скоростью воспроизведения. Нажимаешь кнопочкой вообще. Че происходит? И можешь еще менять сэмплы, видал? Мне вот эта нравится, конечно, самая кайфовая. Это кто это? Кот, собака, я хрен знает. Приколюха. Но блин. Мне нравится. Ну и обратите внимание, пока я повернул компьютер, так сказать, к вам лицом. Здесь супер кастомная клавиатура со значками Alan Walker. С голубыми кнопками. Выглядит очень сочно. Прям муа. Ну и, конечно, по железу здесь также никаких вопросов. Мы видим, что это все работает на Ryzen 9. RTX Insight и прочие-прочие радости. Ну, то есть, это, несмотря на компактный, миниатюрный, я бы даже сказал, дизайн и размер, достаточно мощный компьютер. Более того, максимально игровой. С ним ты вообще горя не знаешь. То есть, ты прям сходу залетаешь и прям... Вообще, эта штука называется сэмплер. Такие, я знаю, продаются отдельно. Но здесь вот, видишь, вот такую штуку замутили на уровне коробки. Ну, то есть, если ты не как я и не обделен музыкальным слухом, ты можешь на этом даже какой-то трек заиграть. Мне же так чисто. Ну, сам факт. Про железо вам расскажу. Значит, стоит этот компьютер 177 900 рублей. И предзаказать его можно с сегодняшнего дня, с 18 августа. За эти деньги вы получаете компактный, прикольный дизайн. Раз. Дальше. Внутри у нас AMD Ryzen, если быть точным, 5900HS. Карточка RTX 3050 Ti. Это более чем... Он весит 1,7 килограмма, чтобы вы понимали. То есть, при таких габаритах это офигенное железо. Дальше. Здесь прикольный кулер N-Blade. С лопастями разной длины, ширины. Короче, вот это все. Это нужно для того, чтобы он активно охлаждался и при этом производил немного шума. Даже в турборежиме 45 дБ. Нифига себе, здрасте. И самый кайф для меня, это то, что здесь используется новый термоинтерфейс. Забудьте про вот эту вот всю пасту, вот эту вот всю эту фигню. Жидкий металл. Thermal Grizzly это все называется. Для чего это нужно? Для того, чтобы, во-первых, лучше. Вот у нас с вами весь этот теплопроцесс, теплообмен и уход этого тепла происходил. Раз. Охлаждение более эффективное. И мне кажется, что таким образом, конечно же, живет это все подольше. Потому что термопаста имеет свойство высыхать. С жидким металлом этого не происходит. И в итоге вы получаете действительно мощный компактный компьютер. Хочется сравнить его со старым. С чем мы начали 15 лет назад и к чему мы пришли сейчас. Почувствуй разницу, как говорится. Вот это, ну, прямо очень сильный, кайфовый продукт. Это, на самом деле, для своего времени тоже классный. Давайте не будем умалять его достоинств. Но, конечно, сегодня уже смотрится прямо тяжелый, толстый, понимаешь? Уже все, пластиковый корпус. Сейчас так уже не делают, понимаешь? Сейчас уже делают совсем по-другому. С эффективным охлаждением, дичайшим мощным железом. Дай мне такой компьютер 15 лет назад. Что бы я сделал? Я не знаю, что бы я сделал. Но это было бы мощно. Да нет, слушай, на самом деле, ну, вот реально чувствуется. Вот так вот, когда лоб-лоб их сравниваешь, чувствуется прогресс. Чувствуется, насколько все изменилось. Интерфейсы, да, здесь уже быстрый USB-C. Быстрый HDMI всякий классный. Здесь еще, смотри. Раньше, вон, видишь, какие-то пины все эти втыкали, эти все DVI и прочую вообще гадость. Звука-то не было ни хрена. Помню, прикрутил переходник DVI на HDMI, подключил это к телеку, взял геймпад и играл в Resident Evil 4. И думал, ни хрена, у меня консоль вообще ничем не хуже. Звука только не было. Ну, за кому звук нужен, в принципе. Или он шел отсюда, не помню. 15 лет назад мне был 21 год. В 21 год все воспринимается иначе. Там было кайф. Сейчас хочется уже вот Alan Walker, все дела. Слушай, ну за эти деньги, кстати, это прямо вообще вышка. Реально, очень комфортный, очень производительный компьютер. И в этом смысле хочется еще раз вам напомнить, что, ребята, Republic of Gamers сегодня. Это огромное количество устройств. И кроме любимых нами ноутбуков, они делают много всего интересного. Десктопы, мы с вами вспомнили. Сегодня игровой десктоп, это тоже крутое решение. Почему? Потому что в 21 год я, может быть, и хотел себе взять какие-нибудь комплектующие отдельные. Кстати, такие Asus тоже делает. Хочешь рок-материнку? Welcome. Хочешь рок-карту? Пожалуйста. Все это, как правило, еще и горит всеми цветами радуги. Понятное дело. Потому что сегодня игровое, это должно быть нарядно. Должно быть броско, должно быть интересно. Сегодня все комплектующие под брендом рок, это что? Это производительные, overclock-friendly и стильные устройства. Понимаешь, ты в компьютер вставляешь, все, видно, что это прямо стиль. Это действительно можно на рок-компонентах собрать ультра-стильный компьютер. Это если хочешь. Не хочешь, берешь себе уже готовый десктоп, потому что, еще раз, 21 год я мог этим заниматься. В 36 я уже готов взять решение, которое из коробки мне сразу дарит возможность играть, наслаждаться процессом и результатом. Сразу. Ну, собственно, игровые ноутбуки. Опять же, хочешь вот такого малыша G14, welcome. Хочешь 17 дюймов, пожалуйста. Хочешь дуо, чтобы два экрана, такая возможность тоже есть. Потом тот же Mothership, понимаешь, вообще новый форм-фактор, понимаешь. Мы его с вами тогда распаковывали, это вообще фантастика. Для меня идеальный игровой компьютер, понимаешь. Мониторы, офигенные. Рок-мониторы, это вообще отдельная история. У меня есть портативный рок-монитор, я про него вам рассказывал. Очень нравится. Я его использую в принципе как основной. У меня очень много рок-мониторов. Большой. Хочешь себе гигантский размером с телевизор рок-монитор, и такой тоже есть, понимаешь. Чего только нет. Или помните, вот совсем недавно мы с вами распаковывали X13. Маленький компактный ноутбук со внешней портативной картой RTX 3080. Ни хрена себе. Отключил, у тебя просто компактный, при этом все равно там 1060 на борту так-то компьютер. Подключил, у тебя просто бестяра лютый. И, конечно же, аксессы. Я лично дико кайфую и от клавиатуры, и от мышек, и от коврики с подсветкой. Вы вообще видели, что сейчас происходит? Есть коврик ROG с подсветкой, понял? Коврик с подсветкой. Все вот эти гарнитуры замечательные с виртуальными 5.1, 7.1, Atmos и прочим-прочим. В этом смысле я вам хочу сделать, знаете, какое заключение? Сегодня, в 2021 году, быть геймером как никогда классно. Потому что для тебя просто поляна ништяков. Были бы средства, вообще ништяк. Можно быть геймером просто на полную катушку. В наше время, видишь, приходилось все-таки из компромиссов выбирать. Сегодня компромиссов нет. Полетели. Все вышесказанное приводит нас к тому, что ROG это игровой бренд номер один. И именно поэтому мне особенно приятно разыграть вам вот такого красавца. Вот ровно такого же. За что спасибо Asus. Они говорят, Валя, хочешь вот такой разыграть среди своих подписчиков? Я говорю, конечно. Конечно хочу. Все, что нужно сделать. Это подписаться или быть подписанным на канал. Оставить один комментарий. Что вы думаете о ROG? Были ли у вас такие устройства? Что бы из ROG вы хотели купить? Давайте вот такой комментарий. И лайк опционально, но он дает, во-первых, плюс к удаче. А во-вторых, ну вот хочется побольше лайков, народ. Камон. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. Подводим итоги. Как обычно, в лайв-формате на канале Вилса Стрим. Полные правила читайте в описании. Собственно, если вы из Москвы, то мы отдадим вам его здесь, на студии. Пожалуйста, приезжайте, забирайте. Если нет, отправим в лучшем виде. И еще раз по ссылочке в описании вас ждет промо-страница, приуроченная к 15-летию ROG. Залетайте туда, читайте про историю, там интересно. И участвуйте в других конкурсах. У вас есть реальная возможность выиграть не только у нас, но и в других конкурсах. И это, блин, замечательно. Если вы хотите более подробный обзор про Zephyrus G14, у нас был видос, на самом деле, про этот компьютер. С точки зрения эксплуатации, что там по звуку и так далее. Понятное дело, что сейчас он обновился на более современное железо, но общие впечатления, также ссылочка в описании, посмотрите про G14, там тестики, вот эти все радости. Кстати, обратите внимание на вот эволюционный момент. Сегодня некоторые игровые ноутбуки, как, например, этот. Ну, нельзя сказать, что он прям игровой, в смысле того, что в нем есть агрессивные элементы, присущие игровым ноутбукам. Но, в первую очередь, это просто стильный компьютер, понимаешь, просто стильный, классный. Вот на него смотришь, он просто стилевый, во всех смыслах прям кайфовый, такой киберпанка немножко. Сюда накинули, прям кайф. Но при этом, если ты хочешь, чтобы у тебя вот он прямо мигал всеми огнями, так тоже можно. И сегодня игровой ноутбук, это прямо, ну, по умолчанию must have. Потому что это самый активно растущий сегмент. И, понятное дело, все вкладываются туда, как не в себя. А рок в этом смысле самые молодцы. На этой позитивной ноте я с вами не прощаюсь, потому что мы в интернете, значит, совсем скоро увидимся. Но, тем не менее, еще раз красоту разыгрываем, рок поздравляем, а с вами увидимся совсем скоро.